Мы обработали воду молитвой, подобной японскому учёным, и матом. Мат бытовой, который звучит просто для связки слов, без всякой экспрессии. Мат экспрессивный, продолжительность по 2 минуты. И проверим воздействие на воду с помощью особой технологии. По нашей просьбе, подобный эксперимент с воздействием мата на воду проводился впервые. Ваше обращение меня не удивило, потому что мы 5 лет занимались исследованием энергетики эмоций. Если было воздействие, значит, вода запоминает это воздействие, позитивное или негативное. А дальше уже мы с помощью своих методов проростковой технологии, пиашметрии, мы можем проверить, было воздействие или не было. Проростковая технология давно применяется и в биологии, и в сельском хозяйстве. Вода обрабатывается каким-либо воздействием, и этой водой заливаются зёрна пшеницы. Контрольная партия замачивается в той же воде, ничем не обработанной. Через определённое время сравнивается количество проросших зёрен и длина ростков. И вот можно увидеть результат. Это первый день контроля. Появились только корешки. Второй день показал, что в контрольной партии проросло 93% зёрен. Молитва дала 96% и самую большую длину ростков до 1 см. Мат бытовой 58%, мат экспрессивный 49%, длина ростков неоднородна и появилась плесень. Учёные считают, что появление плесени – результат сильного негативного воздействия мата на воду. Более длительное воздействие мата на воду. Мат бытовой. Проросло только 40% зёрен. Экспрессивный мат – всего 15%. Эксперимент с попыткой воссоздать экстремальную ситуацию. Человек вспоминает опасные моменты во время сплава по реке. Результат. Появилась плесень, но зёрна проросли на 82%. По результатам опытов учёные составляют график. Каковы же выводы? Неоспорим факт – негативное влияние на воду. Проросли чётко показывают. Им плохо от такой воды. А поскольку человек стоит на 80% из воды, то, наверное, и человеку плохо, если он будет в такой среде находиться. Только поскольку у человека, у человеческого организма очень мощнейшей адаптационной способностью, он может годами как-то справляться, живя в такой обстановке. А проросли они не могут. Структура воды – это то, как организованы её молекулы. Мы видим, как молекулы воды объединяются в группы. Эти группы называются кластерами. Учёные предположили, что именно кластеры являются своеобразными ячейками памяти, в которые вода, как на магнитофонную ленту, записывает всё, что видит, слышит, ощущает. Так выглядит вода, нагретая в микроволновой печи. А это эффект от мобильного телефона. Этой воде сказали спасибо. Извини. Ты мне противен. Так выглядит музыка Баха. МОЦАРТА БИТКОВИНА Тяжёлый рок Христианская молитва Буддийская молитва МОЦАРТА 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 Любовь Надежда Душа Мать Тереза ГИТЛЕР Принято считать Вырыгался Облегчил душу Успокоился Мужчина в течение минуты выражался матом Опыты на тепловизоре показали Красные пятна на снимке справа Означают реакцию, адекватную реакцию на острый стресс Так читают специалисты Женщина через наушники слушала тексты из бытовым атом Реакция та же Красные пятна на снимке справа Острый стресс И у слушающего И у говорящего Прибор основанный на эффекте Кириллиана При помещении объекта в сильное электрическое поле возникает свечение При котором за считанные минуты можно проследить изменение состояния здоровья человека Под каким-либо воздействием Снимается исходное состояние свечения пальца перед экспериментом Съемка после эксперимента Бытовой мат в течение трех минут Показала уменьшение свечения на среднем пальце В области циркуляции крови Лимфатической системы Печени и зоне живота На мизинце уменьшилось свечение в области коронарных сосудов, сердца и почек А в результате второго эксперимента Экспрессивный мат в течение трех минут Не просто уменьшилось свечение А в определенных зонах образовались провалы Оно исчезло И эти уменьшения свечения И исчезновение его Делают человека уязвимым и физически, и психологически Приводят к болезням, считают ученые Обратите внимание на безымянный палец Где произошло исчезновение части свечения в области мочеполовой сферы Вспомним о гипотезе родовой силы Разрушающая влияние мата очевидно Типа русский и русский язык А везде там француз, французский, немец, немецкий и так далее Ведь язык русский, но говорят на нем русы И действительно, когда многие люди стали произносить Я рус, кто по национальности рус Ощущения были, вплоть до того, что человек описал Что от него, как будто отдирался Спины, как какая-то, как говорится, кожа приклеенная Отдиралась Там девушка написала, когда она сказала Я руса У нее прошла простуда Гриб был, мгновенно сдул простуду Гриб И много таких Видите, слово Правильно произнесено слово Влияет на человека колоссально Мат тоже слово И оно тоже влияет И то, что бравирует, так сказать, молодежь от дурости Мат-перемат Они не понимают, что они делают Матом нарушается энергетическая защита Пробой защиты делается Это удар Вот те, кто могут чувствовать энергетику Любое матерное слово Наносит мощный удар по человеку И если он чувствует, он чувствует удар Чисто физически, как удар по лицу Чувствуете? Вот люди чувствительные Могут чувствовать такой же удар И разрушение происходит В большей или меньшей степени В зависимости, какие слова произносят И кто их произносит Если человеку мощный поток Мощное поле природное То удар, конечно, будет очень мощный Спасибо за субтитры Алексею! Спасибо за субтитры Алексею!